Я очень хорошо понимаю людей, которые сегодня, глядя на этот мир, предчувствуют скорый конец. Но не надо забывать, что эти ощущения, они свойственны были людям всегда. Конца света ждали тысячу лет назад, в тысячном году от Рождества Христова. Конца времен ждали после Великой Французской революции 1889 года. Конца времен ждали после Октября Великого. Конца времен ждали, я помню, 1992 год, это был октябрь месяц. И тогда буйствовала на постсоветском пространстве секта Сёка-Сахара, или как так его звали. И он говорил, что или не он, или какой-то корейец там был. И они говорили, что вот в октябре, конец такого, 25 октября, наступит конец света. Я помню, у меня было 12 лет. Я перед тем, как лечь спать, я помолился и говорю, Господи, Ты сегодня нас приберешь всех к рукам. И мою семью, пожалуйста, отправь нас всех в рай. Лег спать и просыпаюсь утром. И совершенно не понимаю, почему не произошел апокалипсис. А потом дошли слухи, значит, то самое время гнусный, развал Союза, становление какой-то псевдогосударственности новой. И люди все стали экстрасенсами, все начали интересоваться НЛО, всякой хренью. И вот как раз-таки я тоже подпал под этот массовый гипноз, ждал апокалипсиса. И утром проснулся, апокалипсиса нет, а оказалось, что апокалипсис, значит, они немножко ошиблись в расчетах, он будет через год. Я был страшно разочарован в том, что не случился апокалипсис. Потому что я уже был готов к нему, я очистился внутрь, я искупался даже, хотя с водой были перебои большие. Помолился за всех, принял внутренний душ, апокалипсис не произошел. Но сейчас вообще время, конечно, ускорилось очень сильно. Откуда у людей возникают представления их внутренние о начале-конца времен? Потому что соразмерность исторического шага со способностью человека этот шаг исторический осознать, усвоить его, переварить и, что говорится, пойти в ногу с этим шагом. Этой соразмерности не стало совершенно, ввиду необычайно ускорившегося времени сейчас. Ход человеческой цивилизации увеличился по сравнению даже не со 100-летним рубежом, а с 30-ти, если мы обратимся к тому, как развивалась история 30 лет назад и сейчас, в сотни раз ускорился мир. Ускорился мир, изменились технологии. Человек не успевает смотреть за всем, ему кажется, вот это ощущение летящего в пропасть мира не оставляет. Человек выдает такую рефлексию о том, что да, раз куда-то мир летит, на фоне этого нравственного угасания, которое кажется всегда человеку с возрастом, да, каждое старшее поколение считает, что нравственно предыдущее младшее поколение неизмеримо низко находится по сравнению с ними. Вот, что вот в их время все было целомудреннее, сейчас вот полный разврат и так далее. Это было во все времена, я полагаю. Но сейчас это ускорилось опять же, потому что человек, которому 50 лет, или человек, которому 60 лет, он как раз-таки попал в несколько эпох. Он жил в размеренном советском времени, защищенный государством, защищенный какой-то большой идеей, большой идеологией. Потом случился разлом, и он остался, кто-то остался у пустого корыта, кто-то как вот бывший преступный авторитет, покойный, поэтому бывший Сильвестр, говорил, что кто выживет, тот будет жить как Бог. Вот те, кто выжили в этих войнах, раздела государственного имущества, те же вот как Боги, наверное, сейчас в материальном, правда, смысле. Хотя статус божественности, пьедестал божественности, он, естественно, должен сиждаться на каком-то огромном духовном постаменте. Возможно, какие-то люди совмещают в себе эти качества. Но вот люди, которым, да, 50-60 лет, и которые не успели урвать себе кусок сладкой жизни, они разочарованы. В них нет здоровья, молодости. А молодость, она, это счастье человеческой жизни. И так или иначе все люди с годами начинают завидовать молодым. Может, поэтому они начинают менять им нравственное падение, чтобы как-то почувствовать себя как бы на высоте. Потому что молодость выигрывает у старости почти по всем статьям. Я, например, еще нахожусь в том возрасте, когда я не тоскую по молодости. Потому что я еще достаточно крепкий, вот, и, что говорится, молодой мужчина. Но уверен, через лет 15-20, как медик, я приблизительно знаю, какие изменения ждут мое тело, тоска по молодости, тоска по юности, тоска об этом безграничном океане, плещущейся энергии, она настигнет и меня тоже. И, возможно, чувство апокалиптичности мира, чувство конечности времен, чувство заканчивающегося времени, коллапсирующей вселенной, вот это вот, оно настигнет и меня. Но, сколько я себя помню, я был весьма счастливым человеком и молодым, и юношей, и сейчас. Хочу сказать, что сейчас я более счастлив, чем когда-либо был, потому что у меня замечательная жена, прекрасные родители, я это осознал, замечательные дети, друзья. Я живу в самом лучшем городе мира. Я занимаюсь любимым делом, и массажем, и лечу людей, и литературой. Как-то вот мне особенно, и от природы очень крепкое здоровье физическое. У меня, возможно, это фундамент моего хорошего настроения. Плюс кавказская традиция радоваться жизни, воспринимать жизнь как праздник, воспринимать жизнь как пир, такое дионисийство непрекращающееся. Возможно, это тоже как-то подпитывает меня. И то, что я жил 5 лет на море, и 5 лет в горах, и все это наполнено солнцем, возможно, это тоже меня здорово защищает. И 5 лет еще в русской деревне после этого. Итого, 19 лет своей жизни я прожил в каком-то таком ярком, естественном, природном окружении. Поэтому я, конечно, понимаю, когда читаю романы у Эльбека совершенно гениальные. Я считаю, что это современная предтеча грядущего апокалипсиса. Это тоже мужчина, правда, очень слабый физически, и очень такой похожий на Макрицу, как выразился однажды, то ли Лимонов, то ли Ерофеев. Вот у него тоска это по юному, по юному телу, по юной сексуальности, по пышущему здоровью. У меня вот этой тоски нет. Наверное, потому что я никогда не был обделен здоровьем. Но я прекрасно понимаю, когда читаю его романы, я прекрасно понимаю своих пациентов, которые жалуются на жизнь. Причем зачастую это не связано с возрастом. Есть очень много молодых людей, законченных эпохондриков, хотя они молодые. И вроде бы человека надо поддержать, а с другой стороны хочется сказать ему, дружище, если ты в 20 лет уже считаешь себя глубоко больным человеком, будучи достаточно здоровым, и жалуешься на жизнь, и жизнь кажется тебе какой-то выгребной ямой, давно нечищенной, золотарями, то что будет, когда вот эта плещущаяся радость молодости, телесная прочность, гарантия того, что ты можешь сам подтереться, помыться и налить себе чай, когда это все оставит тебя или начнет оставлять. А тело начинает предавать человека. Вообще вот эта вот конструкция человеческой жизни, понятая древними мудрецами, что это причем и греческая традиция, и китайская традиция, и индийская традиция, что часть жизни ты такой воин, любовник, часть жизни ты торговец, а потом ты отходишь от всего и становишься брахманом уже, и становишься мудрецом, как это грехи говорили, и осознаешь жизнь. То есть ты все это время испытываешь жизнь и растишь свой дух. Для того, чтобы когда тело тебя гарантированно начнет предавать, ты был к этому готов. Вообще вот свойство человеческое, одно из не свойств, а задач человеческой жизни, и то, чему, наверное, мы должны учить людей в школах, в институтах, а дети своих родителей, это готовить их к старости, к неизбежности, к той неизбежности, что ложная вот эта вот самоидентификация человека со своим телом, то, что ты есть тело твое, с его здоровьем личным, что все это начнет его предавать, это начнет его предавать. Когда вот человек к этому готов, тогда и наступает в каком-то смысле счастливость, старость, возможно. Но я видел счастливых стариков, и, собственно, они меня радуют, дают какую-то надежду на то, что, наверное, возможно, получится не сойти с ума, не сойти с ума, не помешаться на чем-то. Я помню несколько периодов в жизни своих совершенно чудесных, когда на протяжении нескольких месяцев, раза три в неделю мы собирались вот с близкими людьми и пили с восьми вечера до шести утра, и потом расходились по домам, занималась заря, и мы совершенно трезвые при этом, не опьяневшие, не пьяные, а с каким-то наполненным чувством радостной, такой пляшущей жизни. Вот это тот самый пир, тот самый яростный дионисийский праздник, когда не просто тело радуется, а тело, душа и разум находятся в едином фокусе. Этого подъема, вот это вот, конечно, алкоголь при, скажем так, правильно сочетаемой генетике человека, при правильной психиатрической сонастроенности, этого пиру в правильном компании, правильная закуска, правильное питье, оно может дать очень счастливые, такие радостные, в экзистенциальном смысле прорывные моменты. Хотя несколько ужасных моментов в моей жизни с употреблением алкоголя тоже связаны. Вот, когда во мне просыпались какие-то там древнющие, разрушительные силы, я причинял людям боль. Но это было два раза в жизни, наверное. Большей частью я могу вспомнить только хорошее. Люди, когда пьют от скуки, когда люди начинают пить от безделья, когда люди начинают пить от тоски, это плохо, это разрушительно. Ведь алкоголь это какой бес? Если ты радуешься, вообще ты на волне радости какой-то жизненной находишься. Я не говорю о том, что ты как идиот должен постоянно ходить и радоваться. Я говорю о том, что радость как фон жизни твоей. Не уныние и депрессия, которые тоже случаются. И уныние, и упадки сил, и депрессия, и злость, и ненависть, и ярость, и обиды, и зависть, и ревность. И все, что есть в каждом человеке, конечно, оно в каждом человеке происходит. Но есть вот фон, и у одного фон это вот такой какого-то такого обиженного осла, а у другого фон какого-то такого разъяренного тигра, а у третьего веселого, я не знаю, парящего орла, господи, я ушел в какую-то зоологию. Да, но тем не менее, тем не менее, конечно, вот так вот, алкоголь с кем-то играет злую шутку, а с кем-то... Да, вот этот бес, если ты в плохом настроении, он только усилит. Он усилит это плохое настроение. Если ты очень зол, он усилит твою злость. Если ты радостен, он усилит твою радость. Вот, поэтому алкоголь, алкоголь в большей части сыграл со мной в моей жизни хорошую роль, чем плохую. Пусть это не будет пропаганда алкоголя, я говорю о себе, вот, потому что, опять же, я говорю, что здоровье мое позволяло мне и работать, и выпивать, и творить, и любить, и рожать детей, и воспитывать их, и заботиться о них. Вот, и слава Богу, что до сих пор Господь мне дает эти силы и для радости жизни, и для нормального существования. Ну, вот, люди, которые вообще критикуют какой-то нравственный уклад, нет, нравственный, не нравственный, а которые являются глашатами такого вот, которые проводят через себя критику такого нравственного упадка, да, современного общества, особенно молодежи, вот, когда они говорят о том, что женщины стали распутными, а при этом у них течет такая вот сладостная, такая вот от теряющегося тонуса губ, вот эта вот слюна похотливая, которые, люди, которые говорят, что вот мир поглотили в социальные сети, и люди с дрожащими руками ждут, значит, лайков, или там чего-то еще, тот, кто заходил на его страницу, посмотрел. Мне кажется, эти люди сами находятся вот в мечте о похоти, в мечте о лайках, они не выходят, протирают зады вот в социальных сетях, перед телевизорами. Я, например, не смотрю 7 лет телевизор, 8 уже, но мне в голову не придет критиковать человек, который смотрит телевизор, потому что я знаю, что, по большому счету, все люди находятся в тюрьме, в тюрьме своего тела, в тюрьме каких-то социальных обусловленностей, в тюрьме государственной системы, в тюрьме земного шара этого, то есть дух, он хочет парить, хочет... Почему вот ненасытность, говорят, вот это свойственно, человеку ненасытность? Потому что часто стремление духа к бесконечности воспринимается индивидом, как постоянная жажда, жажда большего. Вот ум преломляет бесконечное... требования бесконечности духом, он преломляет это, и вот эго человека понимает это как жадность, похоть. Ему надо больше, больше, больше. Это же свойственно и женщина, и мужчина. Просто женщина, она ближе к биологическому... к биологическому виду, именно психологически ближе, по своему устройству ближе, чем мужчина. У мужчины генетически больше открытых ключей к духовному познанию, а у женщины вот к сохранению, к накоплению вот этого всего опыта человеческого, в том числе и нравственности человеческой. Потому что мужчина может быть беспутным, но нравственным. Женщина не может быть беспутной, но нравственной, например. Это вот уже нарушается вся ее парадигма, весь ее уклад. Но опять же тут глупо критиковать, потому что... Просто это ее разрушает. Я не критикую, я говорю, что это ее разрушает. Мужчина устроен по-другому. Я не буду говорить банальности про то, что он сеятель, а женщина, значит, не сеятель. Но каналы вот этого соединения духа со вселенной, минуя вот эту призму ума, искажающую все в совершенно ужасном свете, у мужчин он более проработанный, более открытый, чем у женщин. У женщины открыты другие каналы. Каналы доброты, каналы заботы, каналы нежности. И, кстати, если в женщине это тоже преломляется, то женщина становится совершенно отвратительным существом. Если женщина не несет в себе доброты и прощения, то она превращается вот в эту гусеницу пожирающую. Вот все. Мужчину, его душу, его жизнь, все вокруг. Вот я смотрю на многих женщин современных, перерожденных, переродившихся женщин, которые вот они доборолись до своих прав быть как мужчины, они стали как мужчины, и они вообще перестали быть кем-то вообще. Они не женщины и не мужчины, это какое-то срединное существо, даже не трансгендер, я не об этом сейчас говорю, я говорю о бытийной составляющей. Женщина, которая child-free, которая там МСТП, она очень независимая, она очень сильная. Я понимаю, что такого не может быть. Такого не может быть. Это внушенная мысль, и мысль это вот как старняк, который просеялся на благодатную, унавоженную почву, эта мысль начинает прорастать, и вот старняк становится таким большим, что он становится второй натурой. Но это уже другая натура, она не имеет ничего общего. Это как если мужчина не умен, и не талантлив, и не силен, он как-то уже не совсем мужчина. А что ты так говорил? Да, ты склад физический, но ты умен. Да, ты не умен, но ты силен физический, и ты благороден. Да, ты не умен, и склад физический, но ты богат, например. Ты можешь дать счастье своей семье, например, будущее. Там наплодить детей, дать им хорошее образование, заботиться о своей женщине, помогать больным родителям. И в этом тоже будет пафос твоей человеческой жизни. Пафос твоей человеческой жизни будет оправдываться. А когда не то, не то, не то, ну, как-то вот, ну да, ты мужчина по полу, но вот непонятно, что. Как правило, такие мужчины тоже начинают разрушаться со временем. Женщины, они же чудесны. Если представить, что женщин нет, или женщины и мужчины уже не могут вместе сосуществовать, тогда и у мужчин теряет смысл всего. Все, что мужчина не делает, он делает, по большому счету, ради женщин. И бывает через женщину свою, он тоже познает Бога. Вот многие говорят сейчас, вот мужчины дебилы, 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 женщины, значит, шлюхи, проститутки, мужчины дебилы. Слышишь это? Это опять же исходит от внутреннего ощущения человека, от его внутренней шлюховатой женщины и от его внутреннего дебильного мужика. Это все в нем живет, и это шлюха женщина, его внутренняя, своя. И дебил мужик, они вот разрывают на части его. Где-то вот внутри, он не признан гением, человек с высоко задранным потолком, планкой, которую он не взял, оказался не бубкой. Но вот шлюха внутренняя и внутренний дебил остались жить, так сказать, и вошли в полные права. Ну, часто можно слышать заблуждение такое, что вот эти первые сексуальные отношения, первый социальный опыт, он всегда по пьяни происходит. У меня, например, он произошел абсолютно по трезвяку. Причем это был такой какой-то невероятно не в самом лучшем смысле, такой спортивный, что ли, вот спортивное вот это соитие первое. Потому что я два часа как на тренажере работал, но при этом вот никак дело не завершил. И был абсолютно трезвый, девушка была трезва. И вообще я не очень люблю пьяный секс, потому что если очень много выпил, то у него два исхода. Либо ты не чувствуешь ничего, и тоже в таком пьяном спорте находишься, либо ты теряешь интерес к этому делу, и тебя вырубает, ты засыпаешь. Поэтому трезвый он лучше всего. Как это же очень серьезный спорт, идет колоссальная нагрузка на сердце, на сосуды. И если ты трезвый, то из запаха ощущаешься, одна из главных компонентов сексуальной жизни человеческой. И чувствуешь себя хорошо, и кровь бьет, и выносливость на высоте. А когда пьяный, ну конечно, для кого-то нужно выпить хотя бы два бокала вина. Нет, бокал вина я не считаю, что это пьяный секс, или два. А если там кому-то бутылку, я знаю мужчин, которому надо выпить бутылку водки, для того, чтобы влезть на женщину. Потому что по-другому они не могут помирить в себе какие-то части составляющих их существ, чтобы совокупиться с девушкой, с противоположным полом. Взрослые еще часто не бывают родителей смысле, к тому, что дети взрослеют. Они всегда для них их малышки, их родные и так далее. Я помню историю, мне рассказывал мой клиент и его ближайший друг, то есть в своем ближайшем друге. Звонит ему, значит, посреди ночи его ближайший друг и говорит, Андрей, Андрей, срочно надо встретиться. Он говорит, слушай, может завтра встретимся? Нет, 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 я сейчас умру, вот, и у меня страшная беда, в общем. И он уже думает, не буду по телефону задавать вопросов, близкий друг звонит, у него страшная беда, может кто-то умер, а сейчас какие-то неловкие слова надо говорить. Думает, все, хорошо, давай через полчаса все, встречаемся там-то, там-то, или ты там ко мне приезжай. Через полчаса, значит, он приезжает, он за это время подготовился, думает, так, если у него, значит, умерла жена, так, это надо, значит, вот у меня есть 20 тысяч рублей там на похороны или что-то помочь. Если дочка, то вообще ужас, надо как-то напиться с ним, вот, в общем, не знаю, что он, в общем, какие-то сценарии уже в голове держит, и вот приходит, значит, совершенно бледный, значит, его друг, в панике какой-то, и он говорит, ну, что с тобой случилось? Он говорит, слушай, говорит, жена делала уборку в комнате дочери, так, говорит, и нашла кассету, так, и мы, говорит, жену эту кассету посмотрели, и он говорит, я думаю, блин, неужели она там употребляет наркотики в Вену, или они там, или там убийство, или самоубийство какое-то, в общем, вот, и он говорит, и он говорит, ты не можешь представить, что там, он говорит, ну, что, что там, она на этой кассете сосет хуй у своего молодого человека, он говорит, мой клиент говорит, и, он даже думает, она ему откусила, она там, ими захлевнула с этим членом, я не знаю, он там после этого выбросил ее из окна, и, он говорит, ну, все, он говорит, как все, и, говорит, ты меня вот из-за этой хуйни, говорит, как, говорит, моя дочь, которая 19 лет, сосет член чужого мужика, говорит, ну, подожди, это ее молодой человек, да, ну, говорит, а у кого, наверное, сосать член, ебаный ты дурак, у тебя же, что ли, у твоего отца, у отца, говорит, конечно, говорит, молодец, молодец, пусть идет сосеный член, он говорит, я выгнал, говорит, пошел нахуй отсюда, скотина, не завтра утром вставать, и выгнал его, в общем, он за дверь, думает, что за мудак, вот, а у него сын, вот, у моего клиента, то есть, он вот этими, вот, комплексами, вот, отца, дочери, вот, не обременен совершенно, его наоборот, чем больше, там, чем больше ртов, девичьих, его сын, там, облюбует, своей выпуклой частью, тем для него большая радость.